Сегодня у нас 24 сентября 2024 года, вот занимаемся, тут сняли вырожай фасоли, а в это время много по лесам осталось, разбежались, а партизан по другое, ну есть охота, а по французски шерами, дорогой мой, шерами, дорогой друг, и они, крестьяне работают, а в это время вылазили, думают, шерами, он говорит, шерамишка-то опять вырится. Похожее такое. Андрей Лустинов, кот тут, ластится. Заметное за молоком. Значит, меня счастливым, не просто счастливым, а самым счастливым считают. Ну, а вы, когда-никак, я об этом не думаю. Ты сам видишь, как я демонстрирую, я их прочитаю, я испробую, и вижу, что она не видит. О, даже крупная есть, да? Да, сладкая есть. Да. Я прочитал бумагу, которую я брал в типографии, отходы, я переплетал. Я только начал. Вот видите, от меня приезжали студенты, люди, где камень несли, милицию, нигде нету. А у меня полудом. Ну, я их обрезаю, почью. Ну, писать-то надо, лезем, кстати. Вот. Я прошел за бумагой обратно, я посчитал шагами сколько. Я прошел 3400 километров. Только с бумагой. И в журнале есть такая милиция, и говорит, мы в потемках не встречали такого человека. Ну, дескать, бумагу достаю, я переплетаю, а потом даром отдаю. Так у меня откуда только не приезжали люди. Вот, я в этом находил счастье свое. И недовольное. Притом, что я счастливый, я в доме на утро поделит. Пять человек не любил. Иди, кот, а что-то он меня полюбил. Ты что, а? Ты же здоровый. И трется, и трется. Нам присоединяет. Любовь обильный. Котя, отойди, отойди. Все за привычка под ногами шарится. Вот, здесь вот был участок картошки у нас в этом году. Тут у нас арбузи. Ой, эти были огурцы. Сейчас покажу теплицу. Отойди, отойди, кот. Отойди. Здесь у нас теплица. Вот у нас тут помидорчики еще спеют, зеленеют. До нашего отъезда еще будут помидорчики. Вот я еще верхушки даже не срезал их. Они растут и растут. Уже на неделе-две не поливал их. Вот они прут и прут. Потому что перед этим поливал каждую неделю. Сорта очень вкусные такие. Вот такой вот сорт. Желто-красный. Сладкий такой. Мне он тоже понравился. Это Игорь, брат Игорь Глушков нам дал рассаду свою. И матушка тоже давала рассаду свою. Желтые вот такие. Вот они. Надежда Васильевна очень полюбила их. Вон даже какие есть. Лапти большие. Вот они. Вон тоже краснеет вдалеке. Чудо-дела Господа вообще. Видится оливые. Такой можешь петь Господу. Зачудные дела его. Вот она. Желтенькая. А вон еще какой-то гигантский. Вон какой. Тоже сорт. Желто-розовый. Такой белый. Желто-красный. Хороший. Это вот желтенький. Она там красненький. Я не знаю, как они называются. Не удержался. Помидорку взял. А вот тут. Грозди висят. Это мне помогал тут. Помидоры обрезать. Брат наш Сергей Циганов. Вдвоем мы тут с ним обрезали. Котя все вокруг меня шарится. В этом году менял карбонат боковой. Полностью его ветром. И погода, видимо, разбила. Конечно, карбонат надо в лучшем случае. Он у меня сделан-то не полукругом, как обычно делают теплицы. Потому что влага там сохраняется. И потом лопается он. Я даже не снял защитную пленку эту. Ну, света хватает, в принципе. Кот, ну хватит уже под ногами. Ну что ж? Приди. Вот. А здесь у нас еще черная рябина растет. Черноплодка называют ее. Я раньше каждый год наваривал варенье из нее. Очень варенье хорошее, вкусное. Мне нравится вот гроздья. Тоже уже скоро надо будет собирать ее. Вот что с ней делать, не знаю. Уже куча варенья стоит всего. Куда ее девать? Господь обильно благословляет. По Своему великому милосердию. Потому что мы этого всего не достойны. По нашим грехам. Потому что мы грешим против Господа, против его святых заповедей. Так что... А Господь все равно на свое творение милость продлевает. Вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя. М medископ father. Слова.